Приступаем к центральной части лица. И здесь мы также начинаем работу с обработки верхней губы. С возрастом мы знаем, что верхняя губа истончается. И вот здесь вот у нас существуют такие резцовые мышцы, которые очень часто, которые находятся постоянно в работе, и мы можем наблюдать такие уплотнения, образованные работой этой мышцы. И наша задача, эти уплотнения, вот они в этом месте находятся, размассировать, но размассировать как бы внутрь, внутрь губы. Мы здесь видим носогубную складку. Очень часто даже размассировать вот этот вот объем бывает достаточным для того, чтобы уменьшить или убрать носогубную складку. Вот я работаю в зоне внутри, в зоне круговой мышцы рта, внутри, под носогубными складками. Я зафиксировала рукой носогубную складку, и вот здесь вот нащупала этот объем. И растирающими движениями, один палец является опорным, работает только указательной, растирающими движениями я пытаюсь перемассировать, передвинуть этот внутренний объем в центральную часть губы. С одной стороны, соответственно, напоминаю модель о том, чтобы она не сжимала рот. С другой стороны, вот он этот объемчик, и я его перемассирую внутрь губы. Вот видите, губа слегка приподнялась. Вот моя задача сделать верхнюю губу более полной. Но при этом я всегда фиксирую рукой ткани в районе носогубки, потому что меня интересует перемещение тканей именно верхней губы, а не вовлечения в работу тканей области носогубки. С одной стороны, с другой стороны. Да? И затем, после того, скорее всего, наша модель почувствовала першение во время работы. Это тоже связано с активизацией работы лимфатической системы, и мы должны иметь это в виду. Может быть, стоит предложить водички, если, например, процесс не останавливается. Итак, после того, как мы обработали верхнюю губу, перемассировав вот уплотнение в районе резцовых мышц ближе к центру, мы обязательно должны выполнить такую растяжку верхней губы стрейчингом. Даже можно вот так вот слегка приподнимая внешний уголок губы в одну сторону, в другую сторону, для того, чтобы вернуть форму губам, верхней губе. И дальше мы переходим к области носогубок. Мы видим, что здесь вот есть складка и есть определенный объем. Мы прощупываем этот объем руками. Мы видим, что внутри тканей находятся отеки. И первое, как мы обрабатываем, мы обрабатываем эти жировые уплотнения по направлению к подчелюстному лимфатическому узлу вдоль основного трафика лимфатической системы. Итак, я взяла вот этот вот комок. Я не давлю сильно на ткани. Я просто их отделила от кости, слегка сдвинула, растерла ткани внутри, растянула и перекатывающим движением переместила, перемассировала ниже по ходу лимфы в надключичные лимфатические узлы. Опять потерла, растянула, перекатила. Сдвинула, потерла, растянула, перекатила. Сдвинула, потерла, растянула, перекатила. Сдвинула, потерла, растянула, перекатила. И вот таким образом, проходя регион подчелюстного лимфатического узла, я довожу этот объем вот буквально до района грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Я выполняю этот прием несколько раз. Моя задача, чтобы вот эти вот жировые уплотнения под моими руками становились более мягкими, сдвинула, потерла, и сам объем становился, объем центральной части лица становился более мягким. То же самое я выполняю с другой стороны, также прощупав ткани, нащупав первый такой плотный комочек, сдвинула, потерла, размассировала, переместила. Сдвинула, потерла, размассировала, переместила. Сдвинула, потерла, размассировала, переместила. И обязательно после того, как я обработала, выполнить лимфодренажные движения вот такими вот плавными движениями волнообразными к околоушным лимфатическим узлам и вниз для того, чтобы стимулировать ток лимфы.